23 года назад, 22 августа, над Белым домом в Москве впервые официально подняли триколор, заменивший красное полотнище серпом и молотом в качестве государственного флага. Белый, синий, красный. В день государственного флага России в Анапе провели молодежную акцию «Я люблю Россию». На театральной площади организаторы мероприятия, сотрудники Управления по делам молодежи города-курорта, Центра патриотического воспитания «Ратмир» и Молодежного центра 21 век предлагали желающим нанести аквагрим в цветах государственного флага. Всем участникам акции рассказали историю становления российского триколора о значении каждого из трех цветов, образующих флаг Российской Федерации. Знать свои символы, именно символы России, должен каждый человек. Это и флаг России, это герб России, гимн России. И сегодня Молодежный совет при главе города вместе с Управлением по делам молодежи проводили площадки, где, в частности, Молодежный совет раздавал буклеты, где подробно описано, что означали цвета, что означал белый, красный, синий цвет. И, с другой стороны, мы вставили гимн Российской Федерации, чтобы каждый человек вспомнил, если он знает, если не знает, выучил гимн России. Вечером на театральной площади состоялась праздничная программа, посвященная Дню государственного флага. Творческие танцевальные и вокальные коллективы города подготовили концерт. Всех анапчан и отдыхающих курорта со сцены поздравил заместитель главы города Сергей Козлов. Узаконен был указом Петра I 31 января 1705 года. И, наконец, официальный статус приобрел период коронации Николая II в 1896 году. Я сегодня от имени главы муниципального образования города Курорт-Анапа Сергея Павловича Сергеева искренне вас поздравляю с этой великой датой, нашим величайшим символом национальной гордости Днем Российского флага. В Краснодарском крае стартовала акция, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации. Жители всей Кубани собирали фотографии с российским триколором. Обязательное условие – снимки должны быть сделаны на фоне любой достопримечательности города, станицы или поселка. У анапчан есть хорошая возможность поддержать свой город и проголосовать за нашу участницу. И в этот же день в СУКО, день рождения государственного флага России, отметили масштабным флешмобом. Общее праздничное настроение поддержали более 140 участников молодежной акции.